Приветствую зрители и подписчиков моего канала, это канал Аликсенплей, мы продолжаем играть в мод Кейзередукс Кейзерейх Экспэншн за Французскую Народную Империю, за Наполеона VI и социал-демократию, за социал-демократический бонапартизм. Вот, и в прошлой серии мы начали подготовку к войне с Германской империей и также пригласили Россию в Антанту, ну так как нам в будущем это очень нужен такой союзник, чтобы разгромить Респакт был намного легче нам, вот. Вот, но и сегодня мы еще повоюем с Истанбульским пактом, а точнее с Османской империей, потому что Россия воюет с Османской империей, а почему бы и нет ее не захватить? Например, некоторые колонии тут тоже можно заполучить, поэтому я не против этой войны, так что попробуем. Плюс еще все равно нам надо восстановить танки, танков пока еще маловато, чтобы начинать полноценную войну. Ну, в общем-то, сейчас я подведу войска к Ливии, к Египту, там, к Судану, да, на юге, вот эту вот армию, да, и будем уже начинать наше наступление. Падение Константинополя еще происходит между тем. В общем, да, теперь самое время вступать в эту войну. Все, погнали, наступление наше начинается. Авиацию я тоже поставил, поэтому, я думаю, с Османами будет очень легко пройтись. Мы здесь тоже пробьем Египет. Британский запрос. С нами связались наши союзники в британском правительстве, которые говорят, что теперь, когда Соединенные Колеса снова на ногах, они хотят вернуть себе право, собственно, на любые колониальные земли, хотя, что у нас все время под французский контроль. Их просьба вежевая, не трепунь, хотя совершенно ясно, что они не видят причин для нашего отказа. Ладно, давай вернем, в принципе, ладно, вот эту колонию, ничего страшного. Несколько колоний, две колонии вернуть вообще для меня не страшно. Так, поэтому погнали. Тарабулус надо брать, и вообще идти вот так вот по береговой линии к Бенгази. В общем, вот так, таким образом, чтобы все эти ключевые точки захватывать. Порты и снабжение, чтобы было. А еще бы хорошо, конечно же, с другой стороны, взять и отрезать сейчас. Отрезать вот эти дивизии. Если получится. Но, походу, не получится. Да. Хотя, нет, почему мы уничтожили, там показывало, показывается, что мы неплохо это делаем. Ну, мне нравится, как все происходит, просто прекрасно. Давайте агента тут еще посадим. Все очень легко получается. Сейчас прям разгромят эту Турцию легко. Мы, наверное, ничего даже не успеем получить. Но я планирую Египет забрать. Все равно, так или иначе. Египет будет моим. Так, бенгази отлично мы берем. Все просто замечательно у нас проходит. О, да, с мальчиков громит. Громят полностью наши союзнички. Это, конечно, мощно. Это мощно, реально. В смысле? Ну, блин. Ну, опять этот дебильный мир. Опять эти дебильные скрипты. Ну, нет. Я такое не собираюсь оставлять. В таком виде. Поэтому, ребята, извините. Но я сейчас все это подправлю через читы. Ну, в общем, как-то так поделил я. То есть, не стал я Египет включать свой полностью в состав. Ливию и так придется в любом случае включить в состав. Потому что ее не сделать марионеткой. Нет такого решения напросто. Ну, а египетский султанат просто стал нашим марионеткой. В принципе, нормально тоже. Вот эти колонии, которые точно были, Сирия, и берут, вот, да. Это, естественно, я включил состав. Как колонию. Пускай будет такая колония. Это, в принципе, понятно. По какой причине это я сделал. А, Армения, кстати, не входит в Альянс. Я-то думал, входит в Альянс. Но сейчас, короче, ладно, пофиг. Давайте уже, что это марионетка типа России будет. Так вот меня устраивает. Русская Турция вот такая вот. Сильская Республика Константинополь. Бурсу себе забрали. Греки вот таким вот образом забрали территории. Ну, и Болгария тоже получила свои территории. Канада, Британия, Саудскую Аравию замарионетила. Йемен, Оман, Канада замарионетила. Так потом... Ну, а Сирия тут, в принципе, ничего не получила. Перцы вернули свою территорию. Афганистан, марионетка Индии теперь. Вот таким вот образом всё это получилось. Довольно-таки круто. Как я бы сказал бы. В общем, круто всё получилось. Ну, и, в общем, остаётся враг. Это Респакт. Только Респакт и остался в качестве врагов наших. Ну, а тут Третья Интернациональная пускай живёт нам. На это абсолютно пофигу. По барабану. Ну, и останется потом Релизский Сиам сожрать. Индокитайский Союз. Всё. И на этом можно завершать наше прохождение будет. Наверное, всё-таки эта серия будет финальной. Хотя, не уверен. Но, скорее всего, будет финальной, да. То, что войну с Респактом я буду ускорять. В любом случае. В общем, сейчас пообучаются немножко дивизии. Да, обучаются до конца. Придут на позиции. И начнём войну. Покончить с угрозой Бошей. Если есть враг номер один для нашей страны, то это Боши-убийцы. Воры нашей Льзас-Лотаринки. Где они без колебаний угнетали наших французских братьев и сестёр. Не испытывая никаких угрызений совести. В что время отомстить, раз и навсегда. Герои Вердена смотрят на нас. На нас. Мы будем чтить их, помнить. Помните слова маршала Петена. Мы победим Бошей. Ну вот. Через 10 дней. Как раз он же не через 10. Уже через один день. Буквально. Ну и в общем-то, что? Объявляем войну. В Германии. Звать всех союзников, конечно же. Сразу будем объявлять войну тем, кому мы можем это сделать. Так, ну ладно. На Италию я не буду оправдывать цель войны. Потому что она вступится, я думаю. Так. На Бельгию можем сразу напасть. Так. На Испанию не можем. На Марокко можем напасть. Окей. Сразу. Ну и тут на Африку тоже нападаем сразу. Чтобы не ждать, когда они вступятся. Так. С этим мы уже воюем. Ну пока хватит. Вот так вот. Остальные пускай сами вступают в эту войну. Дальше. По фокусам. Ну, по фокусам чего? Подготовка морского нашего возвращения. Хотя мы уже вернулись. Ну, в общем, ладно. Фокус просто ж надо ж какой-то взять. Ну и смотрим. Авиация. Надо смотреть по авиации. Все. Ну, пока не очень, кстати говоря. Сия начала марш на запад. Окей. Пока не очень, кстати говоря, с авиацией все. Хорошо. Третий Вельткрик. Несмотря на объединенную коалицию, принесшую поражение синдикалистам, противники Первого Вельткрка вновь перешли к войне. Вновь немецкая и французская армия сражаются друг с другом на полях Северной Франции. Королевский флот и Кейзерлихмарины ведут дуэль на открытом море, поскольку обе фракции стремятся добиться гегемонии над другой. Жители Европы, недавно пережившие Большую войну, несомненно, будут вынуждены пережить потенциально более смертоносную войну, поскольку появляется новый вид оружия и технологии, происходящий в Второй Вельткрик. Пока страны всего мира надеются на возвращение к мировому порядку до военных времен, похоже, что в очередной раз разродится очередной Вельткрик. В общем-то, значит, вот этот флот, охота на конвои, тут сразу берем. В принципе, вот так вот делаем сразу. Ну и Дарлан тоже охота на конвои. В принципе, вот таким образом. Ну как, наступление начинает идти, кстати. Танки наши прерываются, действительно. Очень хорошо. Хотя, блин, я танки не полностью сделал. Не все количество. Ну ладно, не пофиг. Так, тут главное сейчас их завалить. Пока Нидерланды не вступили в войну, надо с бегицыми разобраться. Ну в общем, ладно, я эту войну ускорю, потому что, ну, а смысл войну эту комментировать. И так все понятно. Довольно будет легко. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Прекрасно, это очень здорово, хоть и Британия начала новую войну недавно, войну против третьего интернационала, остатков третьего интернационала, ну и пускай они воюют. Американцам все-таки вернули территорию канадцы, ну и практически гражданская война закончена в США, только Маккартер еще продолжает держаться в Нью-Йорке. Также Тихоокеанцы еще воюют с Кубой, с Кубой, ну вот. Ну в общем они скорее всего победят, потом им отдадут Аляску и Тихоокеанцы я думаю вступятся в Антанту и потом просто легко помогут разнести Мексику, в общем третий интернационал. Но это не наша война, нас это вообще совершенно не колышет и не интересует, главное что мы закончили нашу войну, а это очень здорово, что мы вернули все территории, которые хотели. И цели прохождения именно из-за социал-демократического Наполеона у нас выполнены, у нас выполнены. Ну и давайте посмотрим какие территории я забрал, ну естественно Каталония, естественно вот эта вот территория тоже у нас находится, естественно Лигурия, естественно Пьемонт я забрал. Так, Валя де Осто, Ниццу вернул, также Верхнюю Савой вернул с Романдии у Швейцары, забрал вот такая вот Швейцария теперь здесь, хоть она и продолжает называться социал-демократой. Но это очень странно, в общем ошибка перевода походу, скриптов каких-то там, скриптов и прочего. Вот, ну и забрал, естественно я Голландию, Нидерланды, Бельгию, полностью Люксембург, ну и также Фальц, естественно забрал, естественно забрал западный Рейнланд. Восточный Рейн находится в составе серии Германской Федерации, нашей марионеткой, которую возглавляет Байден. Ха-ха, ладно, естественно это не Байден, но почему-то портрет именно его. Так, ну и потом еще Южно-Германская конфедерация с Руприхтом во голове, марионетка наша тоже. Российская марионетка, это Пруссия, Вильгельм Брендель возглавляет ее. Потом из марионетки России, это еще Русская Польша. Русская Польша, Республика Чехословакия, ну это уже была. Марионетка России, плюс Русская Финляндия, марионетка России. Ну а все остальное, вот тут вот Прибалтику, Украину, Беларусь я отдал Российской Республике. Ну потому что она зачем-то Украину выделяет, хотя Беларусь, Прибалтику она сожрала. Сожрала, зачем выделять Украину тогда? В общем, странно, поэтому я решил вот такую Российскую Республику тут оставить все-таки, так или иначе. Потом я пригласил еще Швецию в Альянс к нам, Данию, Норвегию. Ну потому что они социал-демократы, а мы социал-демократы. И Россия социал-демократ. В общем, мы все такие более демократичные. Либералы, социал-либералы, социал-консерваторы. Ну США мы не берем, потому что она еще не в Антанде. Рыночные либералы в Британии. Ну Исландия тоже уже в нашем Альянсе. А, ну это наш Марионет. В общем, Данию вот это все, естественно, пригласил в Альянс. Ну, чтобы Европа была такая полноценная. Ну, а Сардиния забрала, естественно, свои итальянские земли. Наверняка будет тут их как-то соединять или что-то еще. Хотя, фокусов у нее больше-то и нету, на самом деле. Вот эти свои территории, которые итальянские забрал, я не собираюсь отдавать. В этом все-таки французские будут земли теперь нашей империи. Ну, естественно, колонии очень много забрал. Такая вот французская народная империя в Африке. Естественно, забрал Мадагаскар, вернул. Немножко расширили колонии в Южной Америке. Суринамский джунгель, то есть голландская Гаяна. Голландская Гаяна тоже будет в нашей империи находиться. Так, ну, естественно, тут еще острова. Британцы решили распустить просто, как это сказать, Вест-Индийскую Федерацию, да? И забрали себе астроколонии и нам отдали. Поэтому я благодарен им. Поэтому мне страшно, что тут Соединенное Королевство Замбию забрало. Пускай будет их колония. А Южная Африканская Республика тоже марионетка Британии. Ну, еще вот тут вот есть Сьерра-Леоне. Гамбия тоже колонии Великобритании. Также Египет все-таки попросили британцы. Я решил, ладно, отдадим им. Но Суэцкий канал будет за нами. Да, Суэцкий канал будет нашим. Ну, и в Сирии, естественно, наши колонии. Потом Джибути колония. Тут Бербера тоже наша колония. Островки тут забрал в Южном Индийском океане. Так. Ну, естественно, еще Инсулиндию колонии взял, как марионетку. Только не как колония, а как марионетку все-таки. Ну, и Малайскую Федерацию. Ну, и Индокитай, конечно же, и Камбоджа будет в нашем составе, в нашей империи. Реалист Кисям, марионетка британцев. Федерация Шан тоже марионетка британцев. Ну, и вот это Качин, просто колония британцев. Остальное забрали, забрала Доминион Индия. Вот. Ну, в общем, прекрасно все у нас получилось. Просто шикарно, великолепно. Вот такая Антанта опять на весь мир, как обычно. Вот. Такое вот прохождение довольно-таки интересное получилось. Давайте посмотрим нашу разведданную. Нашу там промышленность, какие мы вообще сильные. Что мы создали за эту катку. 185 дивизий у нас, 23 танковых. Было 24, к сожалению, потерял одну танковую дивизию. И пехотных 162 дивизии. Два миллиона служат в армии. 232 фабрики, 315 заводов. Ну, сейчас, естественно, уже приоритет будет на фабриках. Вот. Один лям топлива в запасе. 595 фабрик всего. 48 верфей. 876 кораблей. Ты-то можешь. 782. 2000 человек служат во флоте. Ну, я тут просто позабирал у многих стран флот, поэтому мы теперь такая могущественная держава. Британия 47 кораблей, Россия 30, Канада 107, ну, Тихоокеанские вообще штаты практически ничего не имеют. Китай. Китай 0 флота, японцы 0 флота. Раньше был, теперь нет. В общем, да, мы великая морская держава, что прекрасно. 7000, почти 8000 самолетов, 184 тысячи человек служат в авиации. 100% стабильность, 100% поддержка войны. Ну, и 100% популярность социал-демократической партии. ИСДП, наша партия. Ну, и вот такой вот премьер-министр. Ну, и портрет Наполеона решил уже сделать вот таким вот. В принципе, заслуживает. Так, величие свое построил. В принципе, практически главная митератория величия Франции. То, что и хотели сделать в этом прохождении, мы сделали. Ну, в общем, понравилось. Надеюсь, вам понравился этот путь. Мы, там я немного накосячил в некоторых моментах. Ну, и нам очень сильно не повезло в Вельскрике. Поэтому нам пришлось всякие дебильные договора брать. С Германией и прочее. Поэтому было немножко неприятно. Было очень неприятно, но ничего. Поэтому на стриме как-нибудь я просто немножко переграю. Ну, с лучшим исходом. То есть, так сказать, более идеальное прохождение. Сделаем на стриме как-нибудь. Также, естественно... Да здравствует император. Имперскую партию я отыграю в качестве таймлапса. Где мы максимально построим империю. Максимально завоюем. Максимально сделаем все, что нужно. И все у нас просто будет замечательно. Построим великую империю. Отомстим всем врагам. В том числе и британцам. Также пишите по поводу молодых патриотов. Стоит за них играть как-то? Или вообще? Или смысла нет? Может быть это скучный путь? Может так на стрим только как-нибудь тоже можно поиграть? В общем, пишите. Мне интересно будет почитать. Новый император тут, кстати, будет интересно. Посмотрим. Вот. Поэтому прохождение, в принципе, хорошее получилось. Да, с некоторыми неприятными моментами. Но в целом я доволен тем, что у нас получилось. Поэтому я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо вам за просмотр этого прохождения. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Обязательно комментируйте. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Также на наш дискорд сервер. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. На группу в Телеграм. В общем, везде-везде подписывайтесь. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх и знайте, что самое интересное еще впереди. Увидимся в продолжении или где-нибудь еще. Всем пока-пока.